Одна из важных транспортных артерий Самары. По улице Земица ходит общественный транспорт, трасса пользуется популярностью у автомобилистов и особенно у работников предприятий. Вблизи их несколько. Знаменитый ракетно-космический центр и двигатель-строительный завод, предприятие авиационной промышленности, конструкторское бюро. Путепровод на Земица часто ремонтировали, но сейчас назрела необходимость провести капитальный ремонт. Путепровод важен по двум вопросам. Первый, то, что это подвоз на транспорта общественного. Второе, это у нас порядка полутора тысяч машин. Люди на машинах приезжают из окрестностей нашего города. Мы ежегодно по несколько раз в год пишем письма по состоянию моста. Он становится просто непроходимый, непроезжий, то есть убиваются машины и образуется огромная пробка. Накануне глава Самары посетила участок дороги, который планирует реконструировать, и прилегающую территорию. На выездном собрании Елену Лапушкину встречали работники заводов, жители района, представители профсоюзных организаций и сотрудники профильных департаментов и муниципальных предприятий. Главной темой обсуждения стала транспортная доступность этой части города. После закрытия путепровода на обновление подъехать к предприятиям и близлежащим домам станет труднее. Понимаем, что определенные неудобства будут и для жителей, и для автолюбителей, но тем не менее тянуть уже больше нельзя. Поэтому сейчас ищем максимально возможные варианты, чтобы минимизировать все неудобства. Чтобы исправить ситуацию, рассмотрели несколько вариантов изменения схемы работы общественного транспорта. Один из них – через Кировский мост. Как предлагается и решено, трамвай 24-й, который сюда ходит, и 13-й, закольцевать и пустить Юнгородок через Кировский мост. У нас первое предложение было какое-то – пустить пиковый автобус из Барбошиной поляны до Юнгородка. Значит, когда-то он ходил такой автобус, 29-й, он ходил из Приволжского микрорайона. Но сейчас мы понимаем, что было бы целесообразно. Как отметила глава Самары Елена Лапушкина, все поступившие предложения рассмотрят и разработают пути объезда заблокированного моста, а также способы доставки заводчан и жителей района до этой части города. Информация в скором времени появится как в СМИ, так и на официальных ресурсах администрации Самары. Кроме проезжей части, обсуждали вопрос, связанный с пешеходными зонами вблизи путепровода. В период ремонта планируют использовать транспортное кольцо не в районе Костромского переулка, а на Юнгородке, куда самарцы могут дойти пешком. Но по пути есть рыночная зона, которая выходит на тротуар. Нужно, чтобы торговые палатки не мешали людям свободно перемещаться. Разобраться в ситуации Елена Лапушкина поручила администрации промышленного района. Как отметила глава города, торговые точки не собираются убирать, а лишь облагородят прилегающую территорию и запретят предпринимателям выставлять лотки вблизи киосков, чтобы не загораживать пешеходную зону. Михаил Ермоленко, Николай Сидоров. События.